Вопрос. Каково взаимодействие людей и высших сил? Вообще этот вопрос, он звучал в раскладе, но я немножечко поясню, скажу предысторию, что такое высшие силы. Любая сила, само слово «высшее» показывает на некое такое неравенство, то есть оно показывает, что эта сила, она находится выше нашей, то есть оно может находиться в контексте физического какого-то уровня, то есть человек выше меня, мы можем говорить по росту, например, либо человек по статусу может быть выше меня. Вот здесь вот про высшие силы, что вообще называется силами? Это сила, по сути, это энергия. И здесь получается высшие силы, это та сила, в некоторой степени сверхсила, если так можно сказать, по отношению к нам. То есть когда мы себя сравниваем с чем-то, либо с кем-то, это будет стоять на ступеньку, либо на несколько порядков выше нас. Как правило, силы выше нас, все будет зависеть на, как это, с чем мы сравниваем. В данном случае, я так понимаю, что мы подразумеваем в контексте нашего сознания. То есть это силы, которые, проще говоря, умнее нас, сильнее нас, более развитые и так далее. Поэтому в раскладе я говорила, что за высшие силы кто-то может принимать иные цивилизации. Почему? Потому что поскольку они прилетают к нам, либо у нас есть контакт, то есть они к нам приходят, значит, для того, чтобы к нам прийти, им пришлось как-то перемещаться, на чем-то летать. А для этого нужен определенный уровень знаний. Поэтому, поскольку мы не можем летать в другие галактики, перемещаться, я имею в виду, то есть мы можем запускать разные спутники, я так понимаю, а вот на большие такие расстояния, чтобы в другую галактику полететь, ну, по крайней мере, еще наука до такого не дошла. Может быть, и есть такое, такие разработки, но пока в общем доступе таких знаний нет. Так вот, исходя из этого, мы предполагаем, что вот эти высшие силы могут к нам прилететь. То есть люди из других цивилизаций. Также, ну, то есть это вот осязаемое что-то такое физическое. Также высшими силами мы можем называть любую сверхсилу. То есть вообще, по идее, поскольку, например, у животных развита, как, так сказать, такая сила, как телепатия. То есть, в принципе, чисто теоретически их тоже можно называть сверхсилой. Но мы как-то по сравнению с ними себя считаем выше, потому что это природа, и у нас мы более как-то развиты. Хотя в каких-то моментах мы, если сравнивать, мы отстаем, например, от животных. Например, физическое наше тело, мы не можем так быстро бегать, например, как бегают гепарты, либо страусы. Ну, то есть все зависит от сравнения. В данном случае я понимаю, что речь идет о высших силах. Если мы уберем цивилизацию, то какие высшие силы вообще остаются? Остаются силы, которые находятся в астральном поле. Астрал, он, как я уже говорила, он многослойный, он как пирог. Нижний астрал, он заселен разными сущностями. Кто-то разными сущностями, у которых в большей степени такая агрессивная природа, и у них не так много своей собственной энергии. Поэтому всевозможные демоны, инкубы и так далее, и так далее, эти сущности, они находятся на более низком таком уровне астрала. И им для существования необходима некая энергия, которой они питаются. То есть они не могут питаться, поскольку в астрале нету, как это сказать, материи, плотности нету. Поэтому они питаются энергией. В принципе, это логично. Откуда брать энергию? Если чисто теоретически предположить, то они могут брать друг у друга, либо как проще брать, например, у людей, ниже стоящих по уровню развития. Но это не говорит о том, что мы, люди в эволюции, находимся ниже этих сущностей. Ниже мы не находимся, почему? Потому что у нас есть душа. Это очень важная составляющая. Но поскольку, опять же-таки, оценивать, что это в минусе, а мы как-то находимся в плюсе, вообще минус и плюс вот эта вот дуальность, она есть только в нашем материальном плане. Тот мир, он нематериальный, тонкоэнергетический, он нематериальный. Поэтому там дуальности нет. И поэтому все, что существует, все имеет место быть. Нельзя это оценивать, что это негативное, либо это позитивное. Оцениваем только мы и только в материальном мире нашем. Потому что оценкой занимается наш ум. То есть его задача собирать информацию, классифицировать, делать определенные выводы. Таким образом он работает. Поэтому, если мы берем, например, силы, которые я уже сказала, вот эти вот сущности, то по уровню силы они могут быть сильнее нас. Но по уровню сознания они, возможно, и не являются сильнее нас. Но то, как они... Почему? Потому что у них нет собственной воли. У них нет души, у них нет собственной воли. То есть именно вот этой вот осознанности. Есть такие вещи, которые им не присущи. И поэтому их в уровне, их цивилизация, вот это вот развитие, прослойки, отправляет на самый низший уровень. Есть более высокие уровни высших сил. То есть это может быть духи тоже являются некой такой силой. Дальше могут быть развоплощенные учителя. Это тоже те люди, которые когда-то существовали и воплощались у нас на Земле. Они приходили в свои уроки и достигли такого уровня, когда у них есть свобода выбора. Кстати, в курсе «Путь души после физической смерти» я об этом говорила. Ну, то есть не я, а Платона я перевела. То есть это было уже известно давно. Это не новая информация. Это тот уровень, когда мы говорим, что человек выходит из колеса сансары, у него нет необходимости воплощаться, и у него стоит выбор. То есть у него есть выбор. Выбор заключается в том, что он может прожить, условно говоря, либо последнее свое воплощение на свое усмотрение, так как он хочет, без порождения причинно-следственных связей, то есть не создавая себе карму, может делать все, что хочет, и при этом не порождая карму. Один вариант. Второй вариант. Он может в некоторые моменты спускаться на Землю через определенное тело, которое он заранее выбирает, какое-то время пожить среди людей, а потом заново уйти. То есть на него вот эта вот карма и время, так сказать, на него не действует. Это очень высокий уровень. Либо перевоплотиться уже на другом уровне. То есть другой уровень – это может быть любая иноземная цивилизация, либо другая форма существования. То есть необязательно в человеке, уже другая форма. То есть у него привязанности к нашему материальному миру у этой души уже нет. Таких сил, как правило, называют учителями. То есть либо они вообще не воплощаются, потому что им уже не нужно. То есть они свою задачу выполнили. И просто, как это сказать, это даже не задача, а выбор этой души помочь человечеству в его развитии. Поэтому последнее, условно говоря, воплощение, которое может пожить, оно является именно таким. Люди, как правило, условно говоря, как когда-то был Сай-Баба. То есть ему не надо создавать уже никакую карму. Он выполняет какую-то определенную свою задачу. Следующее воплощение, возможно, у него уже не будет. То есть он достиг очень высокого уровня. И, как правило, люди, если общаются, да, потому что вопрос был про общение, с кем мы общаемся. Если мы можем общаться, то, как правило, мы общаемся либо с сущностями, о которых я уже говорила, с ниши в астрала. Мы можем общаться во сне. Ну, либо с помощью медиумизма, либо той системы, в которой вообще мы живем. Я говорила неоднократно о том, что любые эмоции... Сейчас я перейду, скорее всего, докончу. Потом перейду, чем вообще питаются сущности, как они, откуда они берут эту энергию. Вот. И есть учителя. Вот с учителями мы тоже можем общаться. Есть существа намного высшего порядка, выше, чем учителя. Но из-за того, что есть вот эта вот большая разница вибрационная, как правило, задача, то есть чем выше порядок, уровень развития вот этой вот прослойки астрального плана, да, то есть средней и высшей, там уже немножко другие задачи. То есть там нету задачи в контексте взаимодействия с человеком. Возможно, есть задачи, там, например, по поддержанию эко-природы, да, чтобы вот это все была какая-то система определенная, чтобы не развалилась. То есть, да, то есть есть иного порядка задачи, которые не имеют напрямую отношения к человеку. И вообще, ну, этот мир, он тоже очень разнообразен. Поэтому вопрос, кого за взаимодействие людей и высших сил? Значит, я уже сказала, да, задача учителей – это помогать людям. Если, поскольку судьба человека прописана, то изначально известно, что, например, есть люди, которые влияют в масштабах, глобальных масштабах, да, на человечество. То велика вероятность, что учителя выберут именно таких людей для того, чтобы им помогать во влиянии на нашу планету, да. То есть это может быть, там, я не знаю, правитель каких-то государств, либо люди, которые находятся на ключевых постах, местах, да. Либо это люди, которые имеют большое влияние на других людей. Помимо этого, какое еще может быть взаимодействие? Вообще присутствует некая такая иерархия. И поэтому, если мы затронем, например, ангельский мир, да, то с людьми контакт имеет только в иерархии, только ангелы. Архангелы, как правило, напрямую не взаимодействуют с людьми. То есть это как этот, высшестоящий чин, они передают задачи низшестоящим по своей лестнице. Не потому, что они не хотят, допустим, что-то делать, да, или для них это кажется мелким, а просто потому, что очень большая разница в энергиях. А поскольку наш мир, он плотный, да, материальный мир, низковибрационный, то вот эта вот разница в вибрациях, она не дает контактировать. Поэтому напрямую архангелы никогда не будут взаимодействовать с людьми, никогда не будут никого вести, никогда не будут выходить на какие-то контакты. А если будет, то опять-таки это должно затрагивать большое очень количество, там, я не знаю, какое-нибудь государство, да, либо касаться вообще всей планеты. Почему? Потому что сила эта, она настолько масштабная, что у нее задачи немножко иные, нежели, там, я не знаю, спасать какого-то человека, да, либо помогать. Как правило, ангелом-хранителем, да, является наше Высшее Я, с которым мы рождаемся, и у нас есть прямая связь. Это часть нас, вот тоже, да, иногда был такой вопрос, где-то я прочитала, кто такой Высшее Я, Низшее Я, есть только Я и больше никто. Да, Высшее Я – это тоже Я, но это та часть меня, которая не воплощается. Есть часть нас, которая воплощается, это мы, вот в теле, и оно все время переходит из одного воплощения в другое. А есть та часть нас, которая вообще не воплощается, она остается в тонком плане, потому что так нужно. И вот с ней мы имеем прямой контакт. И вот эта вот часть нас, она напрямую заинтересована в том, чтобы с нами ничего не случилось. Поэтому в контексте ангела-хранителя, если так можно назвать, да, то может являться именно вот эта часть нас. Плюс ко всему, как говорилось в курсе «Путь души после физической смерти» с рождением, с воплощением души, да, с рождением каждого человека, нам дается демон. Демон не в контексте религиозного понимания, да, сущности темной, а демон – это та сущность, та энергия, которая знает ведущая, да. То есть, и она светлая. Ее задача на нашем пути напоминать нам выполнение, о выполнении нашего договора, который мы подписали до рождения. То есть, чтобы все шло так, как нужно. В зависимости от того, как мы что-то там проходим или не проходим, идем ли мы по пути своих благодеятель, то и сущность, вот этот вот демон, вместе с нами растет. Если, наоборот, мы скатываемся в темные силы, то и демон наш, он также падает на более низкие вибрации. Но вмешиваться в нашу жизнь он не имеет права. Он, как это сказать, он к нам приставляется, как некий такой наблюдатель. Еще раз скажу, не имеет никакого отношения к религиозному пониманию. Это светлая сущность, которая следит за тем, чтобы мы выполняли свой договор. Теперь, в контексте питания, как питаются сущности? Вот то, что мы слышим о системе, о матриксе, в которой мы живем, очень хорошо описывал Зеланд это понимание маятников. Кто читал Зеландо, понимает, о чем я говорю. Маятники, это по сути и есть сущности. Эти сущности, они, это как некая такая система, да, как некий такой эгрегор, только еще больше. Им нужна наша энергия. Каким образом они получают энергию? Есть, существует, и мы знаем все, закон свободы воли и закон свободы выбора. Сущность насильно никогда не может притянуться, присосаться к какому-то человеку и пить, как вампир, из него энергию. Как правило, сущности питаются теми выплесками энергии, то есть где их много, туда они и идут. У них нет, еще раз скажу, собственного сознания, они работают на инстинктах, если так можно сказать. Поэтому где очень много выплеска энергии, да, это как выражается, как некая такая вспышка. На эту вспышку, на этот свет и идут эти сущности. Каким образом получается? Каждый раз, когда мы радуемся, либо когда мы огорчаемся, любые эмоции являются всплеском. Что такое эмоция? Это выброс нашей энергии. Именно поэтому на начальных этапах, когда человек обучается магии, да, вот маг, первое, что он должен изучить, и на древе жизни аркан умеренности за это отвечает, умеренность в эмоциях. Это не говорит о том, что я должна быть холодна и не ощущать ничего, да, а это говорит о том, что во всем должна быть мера. Когда вы чрезмерно радуетесь, мы выбрасываем энергию. Когда человек чрезмерно, я не знаю, счастлив, именно чрезмерно, когда этого много. То же самое у нас есть и с негативными эмоциями. То есть разницы между позитивными и негативными нету. Это и та, и другая энергия. И та, и другая, только она заряжена либо в плюсы, либо в минус в нашем исключительном мозгу. По своей природе это одна и та же энергия. Но дело в том, что человек, как правило, и мир, в котором мы находимся, да, намного меньше, так скажем, да, позитивный, нежели негативный. То есть вызвать негативные эмоции намного проще. Что делает эта сущность? Сущность подсаживается на кокон человека, нащупывает, какие, там вот где слабое место, да, какие уязвимые, да, в чем человек может быть уязвим, вызывать у него эмоцию ту или иную. И что делает человек? Человек начинает расстраиваться. Подсаживает, например, человека на чувство вины. Причем он не сам прилепляется, а человек как будто бы его призывает. То есть когда мы начинаем ощущать вот эти вот негативные свои эмоции, чувство жертвы. Вот я бедный, несчастный, у меня ничего не получается. И начинает плакать. Либо когда из жизни уходит любимый человек, вот мы начинаем очень горевать. Это очень сильно заряженные эмоции. Эта энергия, она очень вкусная. И если в этот момент в коконе человека есть какой-то пробел, ну то есть слабое звено, то сущность туда подтягивает и начинает питаться этой энергией. Дальше что она делает? Она воссоздает такую ситуацию вокруг этого человека, чтобы повторилось нечто аналогичное, чтобы человек начал заново испытывать негативные эмоции. Тем самым он питается и получается некий такой замкнутый круг. Как можно избавиться от этого порочного круга? Ну один вариант, это конечно же чистки, о которых вы слышали. То есть есть действительно хорошие мастера, которые могут чистить. Другой вариант это изменить свое создание. Изменить свое создание, направить его на позитив. То есть в любой ситуации видеть пользу, в любой ситуации переворачивать ее на позитив. Когда мы не горюем, допустим, не переживаем, и относимся более спокойно, то есть мы не выплескиваем энергию. Этой сущности нечего питаться, она сама отваливается. Но ни одна сущность просто так не прикрепляется к человеку. Этот человек добровольно отдает свою энергию. Каким образом? Неосознанно, конечно же, и контракт он не подписывает. Но когда ты продолжаешь находиться в состоянии, условно говоря, некой такой депрессии, апатии, любая сущность, она как пиявка. Вот она будет пить эту кровь до тех пор, пока не наестся, потом отваливается. Только сущность, она не отваливается. Она будет выпивать всю жизненную энергию до тех пор, пока ее у человека не останется. То есть до тех пор, пока человек не переосмыслит свою жизнь, не переосмыслит свои поступки, не осознает, что я не являюсь жертвой ситуации, а это был мой выбор. То есть мой выбор горевать, мой выбор видеть негатив во всем. На самом деле осознанность – это серьезная такая работа, и она не очень-то и приятная. Это не псевдодуховность, о которой он говорит, вот помедитируй, и будет вам добро и спокойствие. Нет, это работа в контексте того, что как мы относимся ко всему, что нас окружает. То есть, допустим, мы начинаем общаться с человеком, а человек нас начинает провоцировать, либо оскорблять. Вот как мы отреагируем? Вот тут мы и включаем осознанность для того, чтобы понять, кто сейчас через меня реагирует. Реагирует сущность – я буду высказываться, я буду как-то себя защищать, я буду обороняться и так далее, и так далее. А если подумать, что в этот момент мне сущность через меня говорит, а я, мой уровень осознанности, у меня есть право выбора, я выбираю, как я буду реагировать. И в данный момент, когда меня оскорбляют, я не хочу реагировать негативно. Я просто уйду, уйду и не буду об этом думать. Либо я поверну всю ситуацию, например, в шутку. Шутка очень хорошо разряжает. Почему? Потому что это противоположная энергия тому негативу. То есть, когда назревает конфликт и появляется шутка, можно посмеяться над какой-то ситуацией. И вспоминайте, один сказал, другой сказал, потом какой-то курьез получился, и один человек засмеялся. И смех заразительный, и другой. Вот вся вот эта вот обстановка наэлектризованная, она разрядилась. Что значит разрядилась? Она вот как раз-таки сменила свой заряд с минуса на плюс. Либо наоборот, с плюса на минус. И тем самым вот этого вот произошло некое такое обнуление негативной энергии. Зеланд это описывает как силы равна, как это, по аркану справедливости, выравнивающие силы. Почему? Потому что все в мире должно быть в балансе. Поэтому перекос в одну сторону, либо в другую сторону, он будет вызывать некий такой дисбаланс. И вот, допустим, высшие силы, да, когда мы говорим о законах, есть высшие силы, которые как раз-таки смотрят, что вот ответственны за то, чтобы вот этот баланс, он все время присутствовал. Поэтому, когда мы очень сильно радуемся, всегда наступает день, когда мы горюем. Это не является наказанием, это является балансом. Поэтому для того, чтобы перестать питать свою сущность, мы должны переключиться на противоположную энергию. Как правило, это энергия, там, я не знаю, чего-то такого позитивного. И вот осознанность здесь как раз-таки и нужна в контексте того, в этом есть свобода воли. Свобода воли человека заключается в том, чтобы выбрать реакцию, да, как я буду реагировать на ту или другую ситуацию. Вот это вот и есть очень высокий уровень осознанности. Почему? Потому что, ну, представляете, здесь назревает что-то такое, да, что может быть не очень-то приятно. И в этот момент ты должен вспомнить, куда ты направляешь свое внимание, да. То есть направляешь ли ты сейчас на конфликт, куда ты отправляешь свое внимание, туда ты отправляешь свою энергию. Если назревает конфликт, значит, ты свою энергию сливаешь. Это жизненная энергия важная. Поэтому и говорится о том, что умение управлять своими эмоциями, оно дает, высвобождает колоссальное количество энергии, которое можно направлять на реализацию чего-то очень важного в своей жизни, на достижение каких-то, я не знаю, своих целей, да, что-то, допустим, мы хотим построить, либо что-то хотим иметь, либо что-то хотим создать. На это нужна энергия. И поскольку, как правило, мы все люди направляем свою энергию либо на какое-то воспоминание прошлого, либо мечты, фантазии, когда мы находимся в расслабленном состоянии, либо к нам приходят какие-то идеи, приходящие идеи, энергии, да, это энергии космические, они даются для того, чтобы мы их заземлили, то есть через нас прошли, и мы их превратили в действие. Начали реализовывать. Мы это не делаем. У нас эти мысли, да, они находятся на нашем ментальном уровне, да, как будто бы, и они являются грузом. Вот вспоминайте, когда вы что-то, например, там изучаете, да, долгое время, а потом это не практикуете, и вот вы чувствуете, что вот вам как-то тяжело, уже не хочется, уже какая-то лень, вот. Вот на это все уходит очень много энергии, на поддержание каких-то идей. Вот я когда-нибудь в будущем там займусь изучением иностранного языка, да, то есть это, как бы это рассказать, эта мысль, она занимает в вашем коконе пространство, но вы это не реализуете. И она вот как груз, да, какой-то блок висит. И вот таких, таких моментов, да, для того, чтобы поддержать эту мысль, да, нужна энергия. Поэтому у человека не хватает в дальнейшем энергии на реализацию то, что он хочет. Особенно это вот касается каких-то наших желаний, когда мы говорим, а почему не получается реализовывать желания? Потому что нет энергии. Энергия уходит вот на это. Я сейчас, правда, немножко отклонилась к теме, ну ладно, возвращаюсь. Нужна ли им наша энергия? Я ответила, так как низкие астральные сочности пользуются и питаются нашей энергией. Да, особенно отрицательные. Здесь я вам ответила, Галина, потому что они питаются еще и позитивной энергией. Также они питаются нашими мечтами, также они питаются нашими фантазиями. То есть это не только эмоции. Также эти сущности могут питаться, не помню, я вам говорила или нет, при последней моей чистке у меня, значит, был на коконе один эгрегориальный симбиот. Эта сущность питалась, она не была прикреплена, но она питалась, моя энергия, каким образом? Через то, что диктовала, в кавычках, если так можно, чтобы я смотрела на мир, на ситуацию только через призму данной концепции. Это, например, очень напоминает религиозные все эгрегоры и направления, особенно фанатические. Когда, например, фанаты одной религии говорят, что нет, есть только наше, это только праведное, только мы так видим мир, и так нужно. Вот это тоже работа сущности, когда они управляют вниманием. То есть, опять же-таки, то, что я говорю, человек им отдает свое внимание, они захватывают его внимание, причем добровольно. Сначала это, возможно, как-то интересно было, вовлеченность, потом ты свое внимание туда отдаешь и начинаешь смотреть на мир через призму, той концепции, которую тебе транслирует сущность. То есть, туда мы тоже отдаем очень много энергии.